Всех приветствую на канале Банковский в нашем обзоре инвестиционное страхование жизни от Сбербанка. Это такой специфический страховой продукт, который позволяет с одной стороны получать практически неограниченный доход, поскольку это инвестиционный продукт, и получать в случае возникновения какой-то ситуации, связанной с потерей здоровья, либо даже жизни, выплату, как по обычной страховке. Получается, вы как бы два продукта в одном, и дополнительно еще этот продукт застрахован. То есть, вы кладете, например, условно говоря, миллион рублей инвестируете, этот миллион у вас защищен. То есть, доходы сверх этого, там есть риски, можете получить, можете не получить, а именно вложенные вами средства, они застрахованы. Только там в редких случаях, когда могут быть потери, но это нужно будет отдельно читать в соглашении. Значит, здесь также риски, связанные с COVID-19, тоже учитываются. То есть, риск смерти от COVID, либо сопутствующих заболеваний, которые спровоцированы COVID, либо установление инвалидности первой-второй группы, тоже вследствие заболевания COVID-19. То есть, есть у нас страховые компании, которые отказывают. По этому вот мотиву Сбербанк страхования этого не делает. То, что касается особенностей программы, минимальная сумма взноса составляет от 50 тысяч рублей, валюта инвестиций только рубли, вот конкретно в рамках данной программы только рубли. Срок программы 3,5 года фиксированный. То есть, меньше нельзя, больше тоже нельзя. Как все это устроено? Определяйте комфортный для вас размер взноса, срок и оформляйте программы. При этом ваши вложения распределяются на гарантийный фонд. То есть, инвестируются в надежные облигации, депозиты и инвестиционный фонд. То есть, инвестируются в один из высокодоходных фондов по вашему выбору. И, соответственно, от этого уже будет зависеть доход. Как правило, доход есть. Если анализировать предыдущие периоды, то доходность была где-то больше, где-то меньше. Но, тем не менее, в минус, в общем-то, никто не ушел. Хотя, я еще раз говорю, такая возможность существует. Особенно сейчас, когда на российскую экономику такое давление оказывается. И, соответственно, какие-то финансовые организации наши могут попасть под санкции. Ну и, соответственно, это может в конечном счете повлиять на размер дохода. То есть, здесь описывается состав фонда. То есть, это консервативный фонд мировых облигаций. Базовый актив, да, то есть, фонд облигаций какой идет. Ну, то есть, все это достаточно надежно, если говорить просто. То есть, в какие попало активы, у которых цена рыночная там нестабильная или там прыгает. Естественно, средства не инвестируют. Только в самые стабильные фонды и организации. Ну и можно здесь посмотреть второй раздел условия и документы. Здесь более подробная информация представлена. То есть, что, допустим, ваши средства, они делятся на две части. Вторая часть размещается в безрисковые инвестиционные инструменты, что позволяет защитить вложенные средства на случай негативного сценария на фондовом рынке. Вот в этом, собственно, инновация-то и состоит. Что вы рискуете не всем портфелем, получается, а только частью средств. И, соответственно, имеете возможность стопроцентно вернуть хотя бы вложенные средства. Если наступил страховой случай, то здесь вы можете посмотреть, что делать. То есть, Сбербанк страхования достаточно оперативно реагирует на обращение, подскажет, какие документы нужно предоставить и куда обратиться. Вот здесь есть телефон 8 800 555 55 95 бесплатно для звонков по России. Ну и, соответственно, вот время работы здесь указано. Ну, в принципе, все это достаточно комфортно. Вы можете обратиться и в том числе те документы, которые вы соберете, можно предоставить и онлайн, и в любом отделении Сбербанка. Отделение Сбербанка есть везде, так что, в принципе, проблем с этим не возникает. Ну и, соответственно, если ваш риск застрахован, вы получаете денежки. В целом, что могу сказать? Данное инвестиционное страхование, конечно же, не является панацеей. Это все равно рискованное достаточно вложение. Это не как вклад. Вот положил там под 3-4 процента и там в конце года получил свои 4 процента. Здесь не так. Здесь процент может быть очень высоким, доходить до 60-90 процентов, а может быть и достаточно низким. Там 10 процентов, 5 процентов. Все будет зависеть от рыночной ситуации. Так что, если вы особо не разбираетесь в этой сфере, в этой теме, то, возможно, стоит 10 раз подумать, прежде чем такого рода продукты приобретать. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и удачи вам!